Уважаемые коллеги, уважаемые присутствующие, сегодня в этом зале принимаются судьбоносные для нашей страны решения. И один из самых важных вопросов, который стоит сегодня на повестке дня, как будут жить люди. Оппозиционный блок предлагает повысить социальные стандарты. И мы предлагаем повысить их на 74%. Повысить минимальные пенсии, минимальные заработные платы, пособия. Потому что повышение сегодня на несколько десятков гривен социальных стандартов, того, что предлагает сегодня правительство, ситуацию в стране не изменит. А сейчас пришло время отдать людям долги. Я хочу вам напомнить, что сегодня происходит. За последние полтора года люди переживают повышение тарифов. А особенно сейчас это очень и очень актуально. Самое масштабное повышение тарифов со времен обретения независимости нашей страны. Я также хочу обратить ваше внимание, что вся тяжесть инфляции, инфляционный налог сегодня полностью лег на плечи наших граждан. Уровень официальной инфляции за 2014 год и за 8 месяцев 2015 года 74%. И то обещание правительства повысить тарифы на 13% не решит сегодня проблемы. Вы даже одной из шестой цены, которую люди сегодня переплачивают за все, тем самым не покроете. Но вы знаете, люди полтора года терпели и понимали, и мы понимаем, что тяжело, плохо, сложно, война, проблемы в стране. И что сегодня нужно было пережить это сложное время. Но наконец-то, наконец-то мы услышали заявление правительства. Министр финансов говорит, деньги в стране есть. Бюджет перевыполнили на 24 миллиарда гривен. 46 миллиардов гривен лежит на казначейском счету. Так если же есть деньги, министр экономики уверяет, что экономика начинает расти. Так давайте отдадим их честно людям. Отдадим то, что люди сегодня реально зарабатывают. Поэтому мы настаиваем на индексации в 74% минимальную зарплату до 2119 гривен и минимальную пенсию до 1651 гривны.